У нас задача быть готовыми раньше, чтобы все было максимально красиво. Обвалится и писюн стоять не будет. Поэтому тестерон убираем. На мой взгляд, его можно делать первым, последним и еще в серединке тренировки. Со своим местом я не подтягиваюсь. Все бывает первый раз. По анализам оказалось не ИГФ. Надо гебошить в зале, вовремя ложиться спать, на массажах ходить. Если два правила соблюдены, то техника для вас подходящая. Дэнчик, нет времени тестировать. Надо гебошить. Пока на тестируешься, враг качается. А на самый крутой комментарий под его комментарием, футболка будет в подарок. Привет. Экстренная запись, экстренная новость, все описания. Вся информация внизу под этим роликом в закрепленном сообщении. В общем, это наушники AirPod Max. Еще спортивное питание Genetic на 10 тысяч рублей вам в подарок за выполнение того, что кто-то из моих сотрудников напишет в закрепленном комментарии. Что нужно было сказать, я не знаю. Я только купил вам наушники в подарок. Они кайфовые. И если вам они нравятся и вы хотите, то там внизу надо что-то сделать. Но я почти уверен, что поставьте палец вверх, репостите видос, напишите комментарий заранее. Хороший это будет. Кстати, ну а кто хочет наушники, там все есть информация. Еще у меня есть инстаграм, там всякая другая визуха, телеграм. Футболки новые. Сайм-фа тоже внизу. Вот. Извините, что так вот как-то скомканно. Просто менеджер мой ругается. А мне нужно ехать домой к дочке. Поэтому всем пока. Всех обнял. AirPod Max. Genetic Lab. Друзья, всем привет. Ну что ж, с вами Денис Руслан. Денис Грищ. Это проповедники, пропагандисты натурального бодидилдинга исключительно. Вот у меня тут овсяночка с протеином натуральным, сделанным с коровьего молока, экологически чистого. А я голодный приехал. Ты голодный приехал? А почему ты голодный? Ну один раз поел, что ли? Два часа дня. Это как? Ну я доедаю ночью. Ночью надо спать. Ночью, друзья мои, надо спать, а не доедать. И на самом деле у нас есть такой вопрос. Мы постараемся с Денисом нормализовать его режим. Я уже в три часа начал ложиться, не в пять. Вот. Он ложится под утро, спит прерывисто, досыпает днем. А, в девять просыпаюсь, ем, ложусь спать, в час просыпаюсь. Потом ложится спать в пять утра. В общем, режим сбитый. На самом деле сбитый биоритмы. Еще раз я повторюсь, что Денис человек, который обладал и обладает фатистической генетикой. Время идет, время неумолимо. Я по себе это знаю. Диснейр тоже потихонечку начал замечать, да, потому что такая была, не была генетика. Все-таки нужно ее с умом и вовремя использовать. Денис готовится на очередной сезон. У нас есть планы, да, я буду помогать ему в тренировочном процессе, в консультировании. Естественно, обязательно нагружу Ромку, чтобы он за Денисом смотрел, потому что не обладаю таким объемом времени, чтобы полноценно, как это считаю, было бы необходимо. Но все свои знания, навыки, умения, желания постараюсь сложить. Денис, конечно, парень косячный, но кто старый опомянет там у глаз, вон. Денис, косячный парень, раз в пять минимум. Но история прошла. Ромка, готовься, Дитеков готова будет. Сегодня мы тренируем спину. Самое главное, самое начало, это размяться. Мы сделаем, все у нас привыкли, любимое мною, единственное в природе, изолированное движение, толковое на мышцы спины. Пулловер с верхнего блока. Друзья мои, сегодня у меня еще в гостях мой добрый друг. Это мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Олег Николаевич. Он судья, тренер, один из лучших тренеров Пермского края, директор самого большого в Перми спортивного клуба, всего фитнес-подразделения Олимпия. Поэтому человек, знаете, так скажу, когда мы вместе были на Сибириан, вот просто к нему бежали все силовики. Обниматься, некоторые даже девочки, целоваться, вот по секрету скажу, в щеки, в щеки от радости его увидев. Поэтому это очень стылованный, сильный спортсмен, он же к нам присоединится, он приехал на своем Харлее, как в песне «Беспечный ангел» прямо с Пермского края. Это вообще, конечно, то есть в целом еще у него есть этот знак мужества под названием, как там это, стальная задница или как, да? Трижды причем, скорее всего. Погнали. Сейчас просто Олег вывезет тренировку вместо Дэна, как бы, и Дэну будет стыдно. Команда этих фракенштейнов, пришитый бицепс, ну шрам-то такой. Шрам нарядный сделали, ребята, типа, тут маленький, тут вообще старались, я смотрю. Мы делаем пловер с верхнего блока для разминки, тут, кажется, в принципе, бицепс у нас не включается. Дэн, ноги шире, обязательно, более устойчивую позицию, ну не сразу. Ноги пошире. Обязательно во всех движениях, ребята, ставим ноги широко. Ноги это фундамент, это ваша основа. Если вы насмотрите всяких книжек по фитнесу, где какой-нибудь, блядь, чудовище, вот так стоит ножки вместе и делает махи стороны, ну забудьте. Тут борьба с равновесием происходит, а не упражнение. Посмотрите на боксеров, на борцов, всегда устойчивое положение, ноги там, чуть-чуть шире плеч, таз назад. Давай, сейчас Денис покажет вам. Первый раз, типа, мы не видели, Денис покажет правильное положение корпуса. Он вас в первый раз сделал неправильно, чтобы вас проверить, чтобы вы написали комментарии. Давай-ка вы, смотри, в верхней точке, да, подседай, подседай, подседни колени. И вперед, и вытяни руки вперед, в нижней точке, хоп. А когда поднимаешься, чуть-чуть приподнимайся, подсводя лопатки. Наверх поднимай корпус немножко. Дальше, глянь на меня, смотри. Внизу, вытянулся, чуть вытянулся, потом подстал. Ага. И на выдохе. Дыши так, чтобы слышали они. Дэн, усилие выдох. А, бля. Вот, можно так, можно рычать, криктеть. Выдох. Сильно. Дыхание нормализует давление. Дыхание правильное. Усиливает описление жирных кислот. Он сделал так лопатками. Поэтому можем сделать вывод, что что-то там напрягалось. Напрягалось? Да, конечно. Ну и сейчас, конечно, Дэнчик у нас здоровый. Поэтому удары в качестве разминки. Мы сейчас... Тут еще, понимаешь, можно акцент сместить на середину и на низ. Вот сейчас низ. А у нас есть задача в нижнем креплении. А, пока они качаются, я уже буду хавать. Потому что я уже грудь покачал. Я просто переоделся. Мы только что, вот только что, прямо в процессе. Мы сейчас вот с хайдом снимали. Ну, сейчас уже вот Дэнчик приехал. Это несерьезно. Вообще огонь. Но больше не надо. Упражнение лучшее, я говорю. Оно прям, прям кайф. У меня друг приехал во вторник. Он был в Питере. С Урала. Второе с ним делали движение. Он такой, бля, говорит. Первое упражнение, говорит. Все, говорит. Я покачался. Ну, я обычно ее первым делом закачиваю. А потом уже тяги. На мой взгляд, вы можете делать первым, последним. И еще в серединке тренировки. Будете смеяться, я так делаю. Крови подогнать в широчайшие. Прям супер. Кстати, по фруктам. 150 грамм фруктов есть. Чипа черешни. Пока лето кушай. Пока можно. Я вот, ребят, вы меня простите. Это у супер трениров истерики. Понос начинается от молочки, от молока, от фруктов. Бля, от всего. У них вообще ничего есть нельзя. Ну да, по белку-то у меня более-менее разнообразно. Говядина, индейка, рыба красная. Морепродукты. По углеводам у меня в основном рис, картошка все. Ну, нормально. Ну, я, конечно, сторонник. Еще круто добавлять там разные крупы. По лбу, все, что есть там. В прошлую подготовку много овсянки ел. Теперь проносит. Не идет. У нас же батл. Нормально подтягивался? Да. Я тоже подтягивался. А, кстати, у меня вот сейчас я тренируюсь. У меня 10-дневный сплит. И я за 10-дневный сплит два раза ноги прокачиваю. То есть полностью я начал совмещать перед задом. То есть каждый пятый день. И спина у меня тоже каждый пятый день. У меня, знаешь, как получается? Верхние тяги все с пулловером. А потом все горизонтальные. Другая тренировка. Ну, можно. Ну, это эксперимент такой. Вроде как начало заходить. Ну, я бы, знаешь, как делал? Я бы делал 80-20. То есть в одной тренировке 80% широких тяг плюс 20% узких. А на другой 80% тяг узких и 20% широких. Грубо говоря, 4 упражнения широко, одно узко. На другой тренировке наоборот. 4 упражнения узко, одно широко. Чтобы возможность все-таки рекрутировать все пласты мышечной ткани, это будет чуточку более эффективно с той же самой логикой акцентирования нагрузки. А что по загрузкам будет вообще? Будут какие-то специальные там передням новых там? Ну, смотри, пока сейчас у тебя еды много, поэтому... Нормально. Сейчас мы двигаемся. Мы будем смотреть на форму. Вообще, да. В принципе, к концу июля надо уже... Я скажу так. У нас задача быть готовыми раньше. Чтобы все было максимально красиво. Когда раньше готов, можно уже подкидывать. Потому что мы все часто замечаем, что мы можем прогрессировать между турнирами при достаточном объеме питания и чувствуем себя лучше. То есть, чем выходить в турнир на готовности, лучше быть готовым за 3-4 недели. И там уже можно поесть, поинтенсивнее позаниматься, скорректировать форму, скорректировать общий объем. Поэтому, ну, в моем видении всегда быть готовым нужно пораньше. И в таком формате даже, так скажем, психический спортсмен лучше выдерживает. Плюс-то мы планируем сезон достаточно длинный. Там не в один-два турнира. По препаратам животных, да, говоришь? Можно. Никто не запрещает. Стан будет на подготовку? Пост на залогу мы посмотрим. Вообще, я не верю в сверх какие-то там особенности. Поэтому с большей вероятностью нет, чем да. А я еще так в телеграм-канале осветил, что у меня будет низкая дозировка тестотерона. А перед каким-то основным стартом мы же отключим полностью. Да, 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 правда. Это правда. Там такой кипиш поднялся. Как? Да, да. Там ставят по три грамма тестостерона на сушке. Мясо обвалится. Обвалится, ребят. Все, обвалится. Обвалится. И пищун стоять не будет. Ну, действительно, если мы хотим достигнуть максимальных кондиций, примерно два турнира пройдут без тестостерона. Причем одним из них будет в длинном уже периоде отсутствовать тестостерона на высоких дозировках анаболических препаратов. Вот то, что я сразу, когда Руслан сказал, так подумал, у меня вообще ароматизируется очень сильно тестостерон. Возможно, максимальных кондиций и не получалось сделать за счет того, что тестостерон еще до хрена. И отключали, когда мы его? За неделю. А вот если сейчас так попробовать, возможно, будет форма другая. Посмотрим. Мало того, скажу, что возможно, даже на фоне отключенного тестостерона, возможно, по анализам, даже будут на фоне отсутствия тестостерона присутствовать в низких дозировках. Антиэстрогены. Ребят, это не про здоровье. Это про профессиональный спорт и максимальные кондиции. Это важно. Недавно мы с Пашей, мы когда ролик делали, мы этот нюанс уже озвучивали. На пятки нагрузку, жопу назад, жопу слезь. Вон. На пятку добавить, всю нагрузку сюда. Я же вижу, на носки встаешь. Огромный вес. Мне не видно, с этой стороны, какой вес. Это для качков. И Олег невозмутимый просто тем же весом, что Денис делает. Не, можно больше сделать, я стараюсь концентрироваться максимально. А когда концентрируешься, вес сразу падает, по ощущениям. Рецепт. И всякой ерунды. Куда готовимся? Бодибилдинг. Бодибилдинг, если что. По бодибилдингу будет Денис вступать. Но когда я приехал, он сказал, дрысь. Поэтому подумаем. Может, все-таки мэнс визик там, что-то такое. Тоже вариант. Поэтому ты сторон убираем. Ну, старта 4 где-то. Да. Сказать, куда? Ну, Питер, Россия, точно. А дальше куда скажут? Точно, но не точно. Точно, но не точно. А делать бы? Планировалось. В Дубае потом что-то. Руслан говорит, не надо пока. На следующий год. Но посмотрим. Питер, Россия. Два турнира пока не буду освещать. Только Руслан скажет. Меня не спрашивайте. Я скажу, когда будет ясно. Мне нужно определенные переговоры провести сначала. Переговоры. Чтобы у меня форма соответствовала еще. Не, переговоры важнее, чем форма-то будет. Переговоры. Так, погнали подтягиваться. Широким хватом. А вот турник. Прям над тобой. Своим местом я не подтягиваюсь. Все бывает первый раз. Давай посмотрим, что Дениска здесь сделает. В смысле я не подтягиваюсь? Я раньше весил 140 килограмм. Смотри на его лицо. Подтягивался 30 раз. Так, три подходика мы сделаем. 8-10 раз хотя бы. Пытался рукой не работать. 14 руки не работают. По жирам 150. Жиры держи так. 150. Ну, белок 400 нормально. Белок нормально. 600 углей. Комфортно? Отдыхаем. Да, углей вот 200 добавляешь. Ну да, у меня 400. Ну, а если тренировка сместится, то будет хорошо пораньше. Опять же, ты тренируешься вечером. ЦНС стимулируется. Поэтому засыпаешь хуже. 16 лет. Привычка дело такое. Ну, посмотрим, попробуем. Я, конечно, считаю, что если, так скажем, из привычного режима прийти в адекватный и более понятный по человеческим биоритмам, это может сказаться положительно. Хотя, наверное, перестроиться сложно. Вкусно, смотри, ты ездил, например, когда в Таиланд. Так же там спал? А нет, я там ложился рано. То есть там все сместилось? То есть ты можешь? Потому что я тренировался плохо. То есть я через день и объем вообще маленький. Ну, опять же, воздух. Нет, я ложился и в 8, и в 10. Вставал в 5-6. Ну, вот почему-то поменялся до биоритм. Ну, то есть магет, оказывается, ребят. А это место проживания влияет. Нет, это влияет. Зараза. Ну, отсутствие нервов. Зараза. Лезь на турник. Сволочь. Ну, нет, там, да, еще легалась. Дайте, в 12. Ничего, к концу подготовки будет, как этот. Как мастер спорта по кроссфиту подтягиваться. Как турникмен, кроссфитер, воркаутер. А почему бы нет? Ведь как приятно посмотреть на такую груду мышц, которая функциональная, со своим весом может работать. Отправим потом на гонку героев. 8 километров, 42 препятствия. В полной выкладке Денчик как даст жару. А что, может, собрать нам команду качков, чтобы все поржали? Ну, слушай, ну, сейчас начал заниматься, тебя так кровью наполнило, ты уже такой на человека похож. Ну, да, просто не хватает определенных веществ. Мы, ребята, раскроем секрет. А ты можешь меня не снимать, снимай, как он подтягивается, а я буду на фоне говорить. У нас как бы конкретно географик. Эти животные обитают в ореоле нахождения железных предметов постоянно. Вот. Мы будем тестировать в этом сезоне IGF, друзья мои. Это инсульноподобный фактор роста. Да, в понедельник тебе его... В понедельник или чуть раньше тебе его доставят. Препарат действительно очень редкий. Скажу честно, что... Настоящий. То, что в России продается в данный момент, по анализам оказалось не IGF. Вот. То есть даже молекулярная масса не бьется. Вот. По всем продуктам, которые есть. Наши партнеры смогли синтезировать. Так что, кто захочет, там возьмите, добудьте. Проведите анализ, если вы способны это сделать. Что у вас есть, так скажем, с чем сравнить. По хроматографии. Либо хотя бы спектральную массу померите, чтобы она совпадала с книжными значениями. Ну, в общем, коротко. Будет оригинальный IGF испытан на Денисе. Его можно будет приобрести. И вот тут сейчас на экран наведите телефон, камеру, QR-код считайте. Вот. Сюда напишите. Вам, наверное, помогут. Если не помогут, то я не знаю, что делать. Все. Минутка рекламы кончилась. Вот, собственно, это дорого. Это скорее, ребят, для тех, кто хочет согнуть на новый уровень раз. Либо у кого реально есть, ну, давайте так назовем это, лишние бабки два. В противном случае вам это не надо. Прям вот не надо. И даже голову себе не забивайте. Ну вот. Но надеюсь, что это позволит прям действительно выйти на новый уровень. Потому что это новый препарат. Денис его не использовал. И я знаю тех топов российских, очень шоколом известных, кто в подготовке уже препарат использовали. Кто не из первых получили его на, так скажем, апробацию от человека, кто его синтезирует. Их результаты были для России выдающимися. Они, вам, их форма вам всем понравилась. Более в Айвебе они выступать не будут. Они получили дисквалификации, с федерации. Вот, поэтому. А теперь нам нужны, хотя у вас хват у обоих и так. Так, я хочу тягу гантелей в наклоне. Можно от скамьи, можно непосредственно от самой стойки гантельной. Где комфортно, где удобно. Давай сначала 20-24 для разминочки, посмотрим движение. Данечка, от чего тянешь? От стойки, от скамейки, где же удобно? Не тяну гантель, потому что поясницы болит. У меня, я в рычажных делаю. У меня же, когда, наверное, видел сцену в прошлом году, перекос был. Грыжа. Гипертонус на правый столб. И у тебя поясницу грызит? Я скручивающие не делаю. А ты не скручивайся. А, не скручивайся, бета-два меньшим весом. Мы стоять будем с тобой не в диагональ. То есть мы будем делать не... Смотри, можно много уже поставить. Не вот так, смотри, как все обычно делают. Смотри, вообще нам нужно, чтобы движение было и корпус был прямо, параллельным полу. Ты встанешь, тебе не нужно закручиваться, проваливаться, движение пошла, тяга. Абсолютно. А если поставить ту ногу? Куда? Наоборот, ту ногу поставить. Нет. Покажи, что хочешь сделать. Я просто так не делаю, но... Смотри, есть такой момент. Да и не скручивайся. Есть такой. Я это движение очень люблю. Очень не люблю на лавке. Такая амплитуда короткая получается. Можно так. У тебя в пояснице одинаковый наклон. Ты так нагрузку чувствуешь в поясницу, когда спина у тебя параллельно полу? Нет. Вот именно параллельно. Нет. Давай, ты сейчас по 15 раз на каждую руку. Ну, ногу поставить. Ногу можешь поставить и так. Тут не влияет акцент. То есть мы с тобой не закручиваемся. Если тебе устойчивости хватает, именно вот... С этим весом, да. Ну, сейчас будем смотреть. То есть да, максимально поднимай высоко локоть, при этом не заворачивай поясничный отдел. Локоть можешь выше. Денис, что умеет делать, он прям видно, что концентрируется. Ему вес не давай. Да, можно сделать, конечно, и с большим весом. Я делаю по 100 килограмм. Тягу в наклоне? Да, это не то. А где ты гантели находил, 100 килограмм? В Оренбурге. Гантели сотки есть? Не надо. Да. И у вас далее... Есть большие грифы такие. Нет, гриф большой. Ага. И туда упадут. И туда упадут. Удобно это? Нет. На поясницу нет? Вот смотри, сам... Вот, да. Видели, он сам поставил руку сейчас высоко. За счет этого задрал плечевой пояс. И сам получился у него перекос поясницы. Опустил вниз, спина встала в линию. Какой молодой сильный был? 12 раз, пожалуй. Крепко. Ребят, не знаю, был ли слышен звук с моего микрофона. В общем, Олег говорит, по молодости гантели по сотке. Каждое 12 раз, пожалуй. 12 раз. Давай плюс килограммчиков 10, будет нормально. То есть, на дополнение 36-40. Ну да, я думаю... Ты хорошо концентрируешься, у тебя хорошее движение. Вот с ракетой крайней стоят. Вот они. Ёбанэ! У меня на бицепс проще. У тебя, блядь, бицепс, так жрачайшая. Ну-ка, попробую все-таки так. Так, отдых, да? После первой. М? После первой отдых. Ну как, сразу работаешь? А, сразу? А что, а что-то, устало у тебя что-то? Да не, я думал, может... Не-не-не-не. Видишь, если мы будем отдыхать, то нужно будет просто делать по минуте и делать каждую руку прям почти безостановочно. Тоже вариант неплохой. В пояснице как ощущения? Нормально. Визуально у тебя она очень хорошо стоит на месте сейчас. С аромом я, в принципе, и не начинал. У меня не было тренера. Тренировался сам в зале, без стола. Потом у меня такая мысль возникла. Что-то мне не нравится форма. Ну, такой бзик качковский. Начал чаще тренироваться именно в стиле бодибилдинга. Форма начала меняться, мне нравится. Но есть момент. Тренировки по армам, блин. И получается тренировки каждый день. Больные. Сухожилия. По билдингу тренироваться хуже. Восстановление хуже. Самочувствие от этого хуже. Постоянная перетренированность. А форма улучшается. Да-да, я еще пока отдышусь и говорю. И эта форма улучшается. И я так подумал, что стоит выступить по бодибилдингу. Как бы я не все еще сказал. Поэтому будем там еще. Так, 4 старта, да. Я уже говорил, все. А сейчас мы подразмялись. Сейчас ты делаешь, грубо говоря, два подхода одновременно. Правая рука, левая рука. Правая рука, левая рука. И потом отдыхаешь. Теперь иди к показателям. О, блин. А вот сейчас мы сделали, грубо говоря, подряд два. То есть правая рука, левая рука, правая рука, левая рука. И потом еще один такой же подход. Вот в Дэна секрет. Он воды попил, сразу поздоровел. Ну. Позвольте тоже воды, ребята, наберу. Лискайся, вода работает. Слушай, в кузер что-то добавляют. Не, ну у меня семья. То есть приоритет весь к ней. Естественно, фоном идет подготовка, режим постоянно. То есть, ну а они соприкасаются максимально. Месяц назад, наверное, последний раз вышел ролик на мой YouTube-канал. Максим Буланян как оператор. Он у меня сейчас админ в Telegram-канале. Вернулся обратно в Фитер пару дней назад. Он будет меня снимать. И как планируется, чтобы пять роликов в месяц было. Поэтому контента будет много. Будем думать, что снимать. Не обязательно качалка, а что-нибудь интересное. Найдите комментарий Дениса Бажанова под видео. Там есть ссылки на его телегу YouTube. А на самый крутой комментарий под его комментарием футболка будет в подарок. Вот так. Нормальная задача, да? Среди комментариев найти его коммент и на него оставить комментарий какой-нибудь прикольный. На тему видео, там подготовить. Вообще на любую тему напишите там какие-то свои мысли. Что-нибудь такое оригинальное, но только не про синтол, блин. Можно не оригинальное, можно про синтол. Расскажите, Денис молодец. Напишите еще что-то, Денис молодец, хоть он старается. Ему прям явно не хочется, понимаете, этим заниматься. Не, мне хочется заниматься. Мне хочется вот эту наполненность держать постоянно. А чем ее держать? Тренировками, твою мать бля. Тренировками, ребята. У него одна большая проблема. У него как что, про что не спросишь? Фарма, фарма, фарма надо, фарма. Надо ебошить в зале. Вовремя ложиться спать, на массажах сходить. Покушать хорошо. Тренируюсь очень объемно. Я тренируюсь концентрированно, объемно, постоянно. Значит, в счет этого у меня такой режим хороший. Тем более, это с 12 лет делаю. Но большое количество мяса, не хватает гормонов, которые вот... Надо что-то новенькое. Ну, там стареешь еще немножко. Так, что он-то поднимает. Ха-ха-ха. А вот теперь идем делать на тягу узкую к животу, но работать будем дропсетами. А объясню, почему дропсетами, именно на блочной тяге, там вес переставлять четыречком удобно. Тяжело на рычажных, с блинами это все делать бегать, либо там с гантелями не очень комфортно. Вот либо нужно вокруг себя раскидать, знаете, сто пятьсот гантелей разного веса, либо бегать их на стойку ставить, ногу забирать. А вот когда мы используем тростовые тренажеры, либо блочные, там все это вот пык-пык-пык легко. Осталось найти, где он стоит. Дэн, дэн, где стоит тренажер. Я тут редко бываю. Кайфовые ручки. Я их в первый раз увидел, наверное, один из первых вообще россиян. Мы с Алисеем были в Португалии. В клубе Мистер Биг. Хой являлся официальным клубом турнира Мистер Олимпия Португалия. И там были эти рукоятки. Где их продают? Сейчас везде, на зоне даже есть. Да, наверняка на зоне тоже есть. 15 тысяч пять рукояток. Очень они такие интересные. А это был какой год, Плев? 18-й, 19-й? 21-й. А, 21-й? А, не так давно, кстати. А указывается-то. Мне нужно спиной, мне нужно 3 сброса по примерно 15-20%. Да-да-да, 70, 66, 52. Вот так пойдем. Сейчас посмотрим, как у него будет делаться. Начальная фаза хорошо. Дарь, может, вот, а что вперед уходить немножко, что вперед? Вот, да. А теперь на обратной. Чуть-чуть прогибайся через спин назад. Чуть-чуть, вот. Выдох сильно. Да. Раз за 10. Хорошо. Пальцем. Вдыхалку. Вдыхалку. Выдыхай. Потом. Вдыхай сильнее внизу, чтобы вентиляция хорошая сваривает. Сейчас. По 12, по 15. Да не особо. Такое-то, блин, если бы ел нормально, бы уже давно мокрый был. Вчера покушал, прям хорошо. Просто пошел по улице и мокрый стал, а было прохладнее. Я думаю, это нормально. Сушит постоянно, думаю, водичка сразу в мышцы наполняет, а потом уже потячно, когда все наполнится. Я с одним спорю постоянно, он обсирает Питер, я говорю, я в Москве жить не могу. Кто там, кто там Питер обсирает, здорово. Знакомо, говорите, все там. Чеково. Говорит, что-то такой серый, дождливый, вьетливый. Какие-то быдлы в магазинах сидят. Ну, короче, это настрой такой. Я говорю, лучше в России города нету. Везде, ребят, хорошо. Везде хорошо, но Питер, блин, везде был. Очень кайфовый гид. Города, давай так, Москва, центральная часть, да, там, утре первого кольца, кайф. Может, мой друг за третье не выезжал? Где там быдла в магазинах? Ну, я говорю, но Арбат супер. Ну, Арбат супер? Кутузовский, там, ну, что-то такое. Ну, не, Москва, да, они разные. Москва такая гигантская. Воробьев домов, какие расстояния улицы, проспекты, так что, ну. Ну, большая стройка, вот, единственное, что, большие дороги, развязки. Ну, дай, ты иди, занимайся, потом, потом. А я еще помню, мам, мам говорила, в Питер, короче, надо ехать. А я такой, думаю, что вы там Питере делаете, это же вообще, что такое? В Москву надо? Не доехал, Дениска. Не тужил, блядь. Я раскрою вам секрет, ребят. На самом деле, короче, чтобы комфортно чувствовать себя в любой точке мира, нужно, знаете, называется такой внутренняя гармония, баланс, называется бабло. Вот, при наличии бабла, в принципе, ништяк даже в страны Индии. Заехал в Хилтон, не выходишь за шлагбаум, все у тебя нарядно. Вот, в противных случаях в шалаше не всем удобно. Вот, надо быть честным по возможности. Я просто помню те времена, когда я еще, наверное, лет 5 назад в Москву ездил, по делам, по работе, на какие-то выставки. Ну, чтобы сэкономить, останавливался в самых простых, дешевых отелях. У меня один из отелей был, номер, блядь, не знаю, на 2 квадратных метра. Ну, реально, то есть 2 на 2. То есть, можно было зайти, боком пройти мимо кровати. Чемодан, можно было засунуть только под кровать, а чтобы его открыть, нужно было положить его на кровать. Она была такая, наверное, не полуторка, там, 80 сантиметров шириной, в углу тумба. Тумба, это была тумба, стол, стул. Это было без сонарки. То есть, туалетом воспользоваться было проблематично. То есть, как бы, грубо говоря, унитаз стоял почти под душевой лейкой. Как бы, стоп в полу. Читер, жёшь, Лёх. В общем, а мы ещё поржали. А я ещё, как бы, в отель заезжаем с ребятами на выставку. А ребята селились двухместные. Я такой, мне говорят, одноместный. Они, как ко мне, вот, зашёл, что-то взять, у меня открывает дверь. И прям, то есть, всё, стена. Говорят, блядь, Бендер, помните, был мультик Футурама, там, был робот, он в шкафу жил. Вот в одном шкафу было удобнее, чем в моём номере. Поэтому, блядь, всё прошёл. На полу спал, на вокзале спал, в комнате, в шкафу спал. Даже в других неприятных местах, где окна, где небо, оно, знаете, такое параллельное и перпендикулярное. Вот такое вот. В эти окна тоже смотрел. В общем, дорогу осилит идущий. А вот смотри, есть такой момент, ну а даже Фёдоров говорил, сильно много нагрузку забирает выпрямители, когда назад отталкиваешься, если ты прокачиваешь середину спины. Отлично. У меня есть вопрос. А сколько бы нагрузки не забрали столбы, выпрямители спины, каким образом выпрямители спины могут привести плечевую кость к себе? Никаким. Поэтому хоть это меня перегрузи эти столбы. Ну, вопрос. То есть они вес забирают, то есть у тебя... Какой? Отчего? Нет. Ну, допустим, поставившись динамически. Нет, они не забирают никакой вес. Тоже добавляешь, возможно, небольшую инерцию движению. Ну, я про неё и говорю. Да. Но, согласись, если ты статично замрёшь в одном положении, вот мне нравится, как ты делаешь. Я своим ребятам всем говорю, да, вот на стартовом движении ты вытягиваешься вперёд. Ты растягиваешь широчайшую, ты больше рекрутируешь волокон. Ты даёшь доп. амплитуду. Хорошо, столбы забирают вес. Что ты можешь сделать, чтобы они не забирали вес снаряда? Ты можешь поставить вес больше. И компенсировать. Ну, смотри, можно так сделать. И компенсировать разуме. Вес меньше будет. То есть, растянул. Ну, они всё равно в любом случае работают. Вот они. Растянулись. Давай, давай, работай. Вот они пошли. Вот они сократились. Ну, то есть, вот этого вот только движения нет. Я согласен, когда, вот, например, низ широчайших прогибаешься, они лучше чувствуются сокращением. Да. Потому что, а дальше почему лучше не чувствуются? Всё очень просто. Местра прикрепления мышц оказываются ближе. Тем самым мышца сокращается сильнее, тем самым ишемия получается сильнее, закисление выше. Поступление питательных веществ, гормонов в мышечную ткань, в клетку получается выше. То есть, логика, амплитудность и сокращение выше. А вариантов выполнения движения очень много. К сожалению, фраза «вот это правильная техника» по определению неправильна. Правильная техника, повторяюсь, 100-500 раз, заключается в двух основных предложениях. Первое. Вы чувствуете рабочую мышцу. Вторая часть. Это не травмоопасно. Если два правила соблюдены, то техника для вас подходящая. Откройте анатомию слововых упражнений Федерико Доловье. Книжка красивая, с картинкой. Мы всё делаем неправильно. Да на Рони Колмана посмотрите с бренчвордом. Они вообще неправильно делают. Всё. Вообще просто жесть. А вот такие спины. Абсолютно верно. Поэтому, по самом деле, я думаю, я не видел старые ролики. Мне даже было бы интересно. Наверняка у Александра есть с молодости тренировочные видео. Что-то мне подсказывает, что тренировался он, как все олимпиады, тренировались в то время. Я видел. И тогда я не вступал в дискуссию, когда мы с Ромкой снимали. Потому что я как гость, да, и хотел послушать его мнение. И я понял, что его мнение изменилось тогда. Изменилось? Это нормально? Мы все про... Менее, взгляд. Да. Мнение, взгляд. Он сейчас старше. У него то есть кто? Ну, лучшие свои результаты он показал тогда. Феноменальные. И легенда. Да, конечно, опять же, тут нельзя отсутить моментов генетики. Я думаю, что Александр Фёдоров в те времена качался он по другому принципу. Качался он там по Вейдеру, по Мэтцнеру, по, блин, не знаю, Стюарт Мак-Роберту. Скорее всего, Фёдоров был бы Фёдоровым. Легендарно. Возможно, он мог бы быть чуть лучше, возможно, чуть худше, но все равно это был бы Титан. Да, это все-таки сколько мышечных клеток заложено с детства у тебя миофибрю, которая действует на нагрузку. Не только количество клеток, тип мышечных волокон, восприимчивость фармакологии, способность, грубо говоря, конвертация эстрогена, пищеварительный тракт, ферментационная система, количество желчи, количество инсулина, которое может зарабатывать в моменте вашей пулочной железы. Все заложено генетически. И, понимаете, получается, в момент, когда, знаете, как в картах, в картах не джекпот, а какая-нибудь там комбинация. Знаю слово флэш-рояль. Наверное, хорошая комбинация. Как и неправильно работает, да, у тебя есть потенциал мышечных быстрых волокон, да, белых, как их называют, а у тебя не усваиваются микронутриенты, вот и все, и ты не будешь расти как должен. То есть, да, все это в совокупности, все пазлы должны сойтись. Ну, как я заметил, особенно большие объемы у тех людей, которые занимаются с большими весами. И с большим объемочным тренировочным объемом. Многие худые, эктоморфы, занимаются большими весами, но они не растут. Почему? Потому что у них медленные мышечные волокна, больше, более развиты, вот и все. А быстрые у больших дядек. Один раз можно сделать больше. Аж губы слипли с кого-то, я нацеливаю. Под две водички еще, ну, молодец. Ну, молодец же, ребят. Вот, как бы, да, было бы круто. На самом деле, если вот утром просыпаться, я с удовольствием, да, хоть, скажу, так абонементом из Life купим, тебя тренируют зачастую в 10 утра, когда я в Санкт-Петербурге в Спортлайфе. Ну, хотя вот, опять же, эти генетически одренные ребята, вот хер он встанет утром, поедет через полгода в Спортлайфе на тренировках. Другие, знаете, такие, в которых, которым тяжело, которым надо через полгорода ехать, а не попрутся. Ну, этот, я скажу, так. Я делал так. Нет, это как-нибудь в другом интервью, я расскажу подробности. Это я сейчас такой стал. Максимальная экономия энергии, потому что мышцы растут чуть хуже, чем раньше. Но, опять же, это много для этого причин способствовало. Я думаю, не надо. Не надо? Я думаю, дропсет, вообще, целесообразно делать одно упражнение за тренировку. Кто там делает, я забыл, Милош Саршев, да, у него там вообще круговые тренировки. Каждый раз, на все мышечные группы, каждая тренировка, все мышцы, там сейчас какой-то. Мне кажется, больше месяца с ним атлеты не выдерживают. Ну, если хочешь, наверное, не успеваешь-то подсушиться, как шарчу этому. Это мне не надо. Дропчиком, дропчиком, ну на два. Дропчиком, ладно. Дропчиком. Давайте, надо это. Так, смотри, момент. Момент. Мамерин, в верхней точке мы вытягиваемся в прямую струну. Вот, в обратной точке прогибаем чуть назад и подтягиваем локти под себя. Смотри, опять два момента есть. Поставлю маленький. Есть тяга, смотри, есть тяга, вообще без наклона, чисто. Смотри, во-первых, подними руки, а теперь поднимешь, а чаще растяни. Вот, вот. Да, нить через плечевой, вот они поднялись. Теперь пошел, да, и теперь внизу, вот локти сюда. И сведи, вот по векторам, вот сюда назад. Смотри, есть момент. Чтобы у тебя вот сюда локт шел. Вот продолжение было предплечье, и вот пошло движение сюда назад. Я вот и хочу... Чтобы садись лопатки. Да, я хочу передвижение показать. То есть есть максимально ровная, как Федоров почему-то любит. Есть на широчайшей. Да. А есть с захватом верхней части ромбовидной. Да, вот какую-то. Вторая. Вот. Вау, вау, вау. Сейчас мы с Дзеном как эгэфа наколемся на пару, как вырастим, будем, блядь, жесткие, каменные. А гармошки можно и 5 единиц, да? Нет, гармошки тоже продавим, десятку. Десятку даже? Три раза в день по три единички в дни тренировок и, соответственно, десяточку, утро-вечер, день отдыха. Ну, воду у тебя будет редко, поэтому. Аня, у меня выходной, я кардио просто отдельно и голень делаю. Ему кажется, что его заливает. Ну, да. Ну, потому что он ставит другой гармон. А, дело в том, что я смотрю по этим, вот, смотрим сразу. Хоп. Отек. Отек. Ну, вот заодно смену протестируем. Ну, сейчас еще истерон. То есть я в следующей неделе 750, потом определенные препараты подъеду, я ставлю 500, как и писал. Блядь, дентик, нету времени тестировать. Надо, блядь, ебошить. Пока на тестируешься уже, блядь. Пока тестируешься, враг качается. 300 пропика в неделю, где-то в электрометана. Какие были тогда? Ну, блядь, майки, 270. Все, давайте. 270, блядь, майки. 350, блядь, майки. 350, блядь, майки. Страшно, надрыва нет? Оторвано. Это грудь. Это грудь. Ну, ты, я смотрю, что пришита. Потому что это маленькая ямочка. А у меня только нижние волокна, слегка. Бицепс 23 месяца назад. А бицепс от чего? Ага. То есть высунул, ну, грубо говоря. А как рука ваша шла там? А у меня рука шла вот так. Я прямо четко сюда в локоть ему залетел. То есть получается и прямой, и опасно, когда бицепс большой. Получается, либо сбоку, либо шашлык у тебя тогда. Вот и получилось так, что я ему как бы раз туда и прямо четко бах. Вот много таких я уже сколько травм. В общем, друзья, генийский парень-то неплохой, а тем более и справится. Но он очень, кстати, хорошо реагирует на поддержку. Многим спортсменам это нужно, поэтому, правда, у него есть телега, он там старается, видосы снимает даже. У меня там постоянно вопросы на все ваши ответы. Даже как слить кровь каждый день, как слить кровь. Вопросы на все ваши ответы. Ну, нормально. А курсы расписать там всегда за здрасте. Вот. Единственное, что я против постоянного слива крови, так и постоянно слива крови стимулирует ваш костный мост. И тем самым можно его переразогнать. А страх и опасность высокого гематокрита все-таки переоценены. Нужно понимать, что там 92-54, 58 имеет большую разницу. И такой примерный анализ проводить для себя. Может где-то просто побольше погулять, выпить водички. И тем самым компенсирует вопросы гематокрита. Мой гематокрит сейчас 46. Грамм теста, 600 трена, 600 мастерона. 46. На балде было 54. Осенью. Если вы понимали, для спортсмена такого уровня, с такой мощной массой, 54 адекватный. Ведь что такое гематокрит? Высокий. Это большое количество кровяных телец, которые приносят кислород в состоянии гипоксии, которые постоянно присущи спортсмену ввиду силовой нагрузки, ограниченности дыхания и анаэробного гликогена, который происходит у нас во время работы. Причем, вы поймите, это не мои придумки. У меня же в Индии очень сильно сердце закололо, потому что 3 дня прошло форму держать. С этим регистрация, полуфиналы и финалы. Соответственно, когда я решил пустить кардиолога, успешно побегал в горку в присосках, там весь еще одно феркомпенсации, вроде бы отекший, думал, будет тяжело. Все пробежал, не сильно это было легко, но по результатам кардиограммы под нагрузкой сказали, что все отлично, по сердцу вопросов, нареканий нет. Побеседовали касательно того, что был болевой синдром, обсудили вопрос слива, бочегона, слабительного, количество временного, ограничение жидкости. Просто калий. Банально калий. Я порекомендовал мне компенсировать калий не таблетками, а инъекционной формой, потому что, говорит, очень часто уже замечено в клинической медицине, что оральный прием калия у многих людей не дает результата по его компенсации. Вот такой нюанс, ребята, когда кому нужно доп. калий перед соревнованиями, имейте в виду, лучше сделать инъекцию внутримышечную либо внутривенную с физраствором того же самого панангина. Транквилизаторы. Что? Меня тогда откачали транквилизаторами в 21-м году. С тебя снимали, да? Укол, да. Судорожни. Процессорожни сняли. А вот на той подготовке 22-й, когда вот с ромками, получается, я ел колонозепам по полтаблетки 3 раза в день. Только судорога начинается, колонозепам через 10 минут отпускает. Ну, это как бы под назначение психотерапевта. Это так просто не возьмешь. Да уж, что-то не работает. А я еще вечером занимаюсь. Больше еды накапливается. Гликогенчик. И поэтому 8 часов. Так, как там придет Денис? И я должен с вами попрощаться, потому что, ребята, у меня в этом разрывается телефон. Мне срочно нужно в офис. Через день я уже улетаю в Баку. Олег. Спасибо тебе, что составил компанию. Показал Дениске, что он слабак. Ладно, Денис сильный. Денис молодец, он старается. Просто, ну, Олег выдающийся спортсмен, как бы. Давайте так. Пример спортивного долголетия выглядит вот таким вот образом. Это реально круто. Думаю, всем молодым ребятам это, так скажем, ну, прямо понимание того, что может сделать спорт. Многие выступающие спортсмены, вспомните, Олег вы неоднократно видели, это он на вас орет за сценой. Зачастую, когда помогает с выводом, да, с сцены, и неоднократно он судил турниры своего края, ближайших, чемпионат России. Поэтому, думаю, признали не в костюме. Да? Кто не признал, знакомьтесь. Ну, слушайте, раз мы его довели до синих губ, я можем считать, что, в принципе, потренировался Денис сегодня хорошо. По мере возможностей и сил я буду его выдергивать. С вас. Давай, давай, да. Он застрял в локациях, Денис. Вот. Поэтому поставьте палец вверх, это замотивирует Денчика, и ждите его. Да, чем больше. Меня, кстати, в чате очень хорошо мотивирует. Может быть, поэтому я и согласился с соревнователем. Согласился? Уговаривали его. Меня сначала Ромка повез, я в облаках летал, думал, сейчас брошу это бодибилдинг. И потом что-то так... Ну, видите, мы не успели дождаться оторванного бицепса или сломанные лучезапясные кости от арбрестлинга у Дениса. Вот такс на МС. Осевой там какой-то перелом был у спортсмена опытного. Опасное мероприятие. Дэч, спасибо тебе. Все, спасибо. Вам спасибо. А мне можно? Все, ребят, поставьте лайк, занимайтесь с пауэрлитингом, бодибилдингом, тяжелой атлетикой. Вообще чем-нибудь занимайтесь, да хоть финской ходьбой с палками какой-то. Не, финская не надо, финны гондоны. Какой-нибудь славянской ходьбой занимайтесь. Всем пока, всех обнял. Но результат только добьетесь фанатизмом.